В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Александра Дементьева. Здравствуйте. Обсуждение вопроса прекращения огня в Украине на границе с Белоруссией. Завершился первый этап переговоров Украины и РФ. Стороны определили темы дальнейших переговоров. Представители двух стран возвращаются в свои столицы для консультаций. Ради того, чтобы эти решения стали уже получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Российские войска обстреливают мирные кварталы, им сообщают в МВД Украины, а мирные граждане сами пытаются отгонять вражеские танки. Подробности далее. Российская армия массово обстреливает жилые кварталы Харькова ракетами. От рук оккупанта гибнет мирное население, сообщают пресс-центры МВД Украины. Это обстрел исключительно мирного города. Чему это происходит? Это происходит по одной простой причине. Потому что украинская армия начала бить врага, и санкции начинают бить по российской экономике. Володимир Путин, судя из всего, делает ставку на то, что ему нужна хоть какая-нибудь победа, для того, чтобы привести информационную картинку в себя в России на псевдоперемоги на территории Украины. Российским захватчикам активно противостоят в Бердянске. Местные пытаются не пропустить их дальше. Бердянцы, Украина! Бердянцы, Украина! Доведите порядок у себя дома! Покажи лицо! Что ты прячешь? Лицо сидишь! Белобрызая! Покажи лицо! Стыдно, да? Стыдно детей убивать! Стыдно детей убивать! Стыдно по больницам стрелять, да? Прячешься! Прячьтесь, прячься! Жители Энергодара Запорожской области блокируют пути для вражеской техники. Люди раскладывают шины и противотанковые ежи. Колона! Колона встала перед мостом! Войска РФ не оставляют попыток захватить Киев. Збройные силы Украины остановили колону врага, улица Вокзальна, місто Буча. Это результаты их удовлетворения и работы наших Збройных сил. Конечно, приватный сектор, который рядом, также получил повреждения. Но все отбудуемо. Все живы, все здоровы. Продолжается обстрел Чернигова. В зоне поражения жилой сектор и торговые центры. Город Городня и его жители блокируют движение российской военной техники в сторону Чернигова. В Ахтирке Сумской области подорвали нефтебазу. Из-за обстрелов Мариуполя погиб 6-летний ребенок. А я напоминаю, скоро к украинской армии присоединится интернациональный регион. В вооруженных силах уже есть несколько тысяч заявок от иностранцев, желающих защищать Украину. Надежда Бондаренко, Юлия Лабурак, Юлия Гудь, 7 канал. Военнослужащие с острова Змеиной живы и находятся в плену. Об этом сообщили в командовании военно-морских сил Украины. ВМС требует от РФ немедленно освободить захваченных украинцев. Напомню, российские войска атаковали остров Змеиной вечером 24 февраля. Агрессор обстрелял заставу из корабельных орудий и использовал авиацию. FIFA и UEFA отстраняют все российские команды, сборные и клубы от участия в чемпионатах под эгидой этих международных федераций до дальнейшего уведомления. Как указано на сайте UEFA, организации едины в этом вопросе и выражают полную поддержку людям, которые страдают в Украине. Жители столицы, которые нарушают комендантский час, будут считать диверсантами. Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, в это время движение на частном транспорте без спецпропуска запрещено. И те люди, которые проживают в этот период на улице, будут считать членами диверсийных групп. Место живет в условиях военного состояния. Поэтому не нарушайтесь на небезпеку. Прошу всех, кто держит право, потому что в столице продолжают ограничивать диверсийные группы. 30-километровые очереди фиксируют на украинопольской границе. На главном автовокзале Кракова волонтеры развернули лагерь для беженцев. Они привозят туда еду, вещи, игрушки и зарядные устройства. Среди волонтеров граждане Польши, Белоруссии и Украины. Мы здесь пункт распределяющий. То есть мы можем здесь дать временный ночлег, если человек ожидает какого-то транспорта, чтобы ехать дальше. Если человеку и семье нужно здесь остаться надолго, если некуда ехать, то также мы регистрируем, даем адрес и даем профс. Там есть оборудование общежития, где люди очень хорошо живут в условиях жизни. Я хочу сказать, что это ирай. Для нас это ирай. Мы попали просто в спекло в рай. А кто это организует? Я не знаю, кто это организует, но это очень большие люди из большой буквы, которые не только в харчевании помогают, потому что мы имеем в себе есть, а очень большая поддержка, очень большая помощь. И просто каждый из вас лишил работу, навчание и пришел помогать нам. Украине помогать. Отмечу, в Польше билеты на любой транспорт украинцам дают бесплатно. Для этого достаточно показать паспорт. Одесситов в общественном транспорте стало значительно меньше. На конечных остановках практически безлюдно. Из-за этого график работы поменяли. Интервал чуть больше, меньше машин на линии. Их стало меньше, в общем, да? То есть маршрут только на... Меньше, конечно, меньше. Меньше, вдвое, меньше. Ну, конечно, меньше. Многие же поуезжали из города. И людей, вы же сами видите, что практически нет в будний день. Маршруты не поменялись. Все виды транспорта курсируют, как и раньше. Но в связи с комендантским часом движение начинается в 7 утра и заканчивается в 18 часов. Пока это вся информация. Больше новостей смотрите в следующем выпуске в 22.00. Оставайтесь с нами.